Всем привет! Меня зовут Саша и сегодня мы с вами поговорим о том, как выбрать лонгборд для новичка. Есть такое мнение, что для начинающих лучше всего подходит классическая форма лонгборда круизер. И сегодня мы с вами посмотрим, так ли это на самом деле. И для начала давайте посмотрим, что такое классический круизер. Передо мной классический лонгборд фирмы Z-Flex. Доска имеет форму капли, сама доска по себе немного жесткая. Например, профиль выгнут наверх, подвески достаточно мягкие, колеса также мягкие. Сам профиль доски немного выгнут. И когда вы стоите на доске, вы стоите достаточно высоко. То есть центр тяжести у нас завышен. И для начала это может быть не самым удобным вариантом. Поэтому давайте посмотрим с вами на альтернативы, которые можно подобрать для начала. И следующая доска, на которую я предлагаю обратить ваше внимание, доска фирмы Bastion. Модель называется Sport. Доска симметричной формы. Она имеет двойное занижение. Сами подвески крепятся у нас через доску Drop-thru. И форма доски также имеет занижение. Доска жесткая. Такая доска будет удобной для начинающих, так как она более стабильная и менее резкая. И как видно невооруженным глазом, эта доска имеет более низкий центр тяжести, чем вот эта доска. Соответственно, здесь вы будете чувствовать себя намного увереннее и стабильнее. А теперь давайте рассмотрим более компактный вариант доски для новичка. Вот эту рыбку. Доска фирмы Bastion. Модель называется Modelo. Достаточно компактный вариант. Отлично подойдет для города. Также у этой доски имеется небольшой загиб хвоста. Для тех людей, кто не хочет остановиться на достигнутом, после того, как научился кататься, может быть, ему захочется научиться делать какие-то первоначальные шаги в трюках или еще что-то такое. Отличный вариант. Также у нее стоят хорошие мягкие колеса. Также эти колеса отлично подходят для слайда. Конкретно именно эта модель. Поэтому, если вам нужен более компактный вариант, доска фирмы Bastion Modelo отлично подойдет для начала и также для перспективы на будущее. Следующая доска, о которой мы с вами поговорим, доска фирмы Landyart. Этот лонгборд имеет также классическую вытянутую форму. И от дефлекции ее отличает только длина и материал, из которого она сделана. Landyart сделан из бамбука. Бамбук более гибкий. Соответственно, при катании у вас будет меньше вибраций в ноге. Также эта доска имеет немного другой прогиб. У Z-Flex профиль выгнут, а здесь он наоборот вогнут. То есть при катании вы будете чувствовать себя более уверенно, потому что центр тяжести немного занижен. Еще одна отличительная особенность доски Landyart – это ее покрытие сверху. Здесь используется лак с песком. Лак с песком – более щадящее покрытие. Оно меньше изнашивает обувь при катании. Доска Landyart – отличная альтернатива круизеру Z-Flex, если вас не смущают габариты доски, так как она достаточно длинная. Сегодня мы поняли, что классический круизер – не самая удобная форма для новичка. Рассмотрели несколько альтернативных вариантов, которые отличаются по своей форме и длине. Мы показали вам альтернативы, а что выбрать вам – решайте сами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Пишите в комментариях, что вам интересно услышать в следующий раз. Предыдущее видео здесь. Всем пока.